30 воспитанников кадетских корпусов прибыли на площадь революции в Иванове, чтобы отправиться в экспедицию по местам боевой славы Отечественной войны 1812 года. В маршруте 9 городов России, Польши, Белоруссии. Во всех населенных пунктах ивановцев будут встречать. Жить в походных условиях не придется. В составе экспедиции несколько кадетов, которые год назад совершили водное путешествие по рекам на теперь уже всемирно известном тимаране Русь. Прежняя экспедиция оставила себе немало впечатлений. Там мы занимались, готовили себе, ну и команде еду, ходили под парусами, учились. Мне запомнилось тем, что там я с Путиным был, руку пожал. Потом еще встретил, собственно, Собянина, ну мэра Москвы, Шойгу. Нынешняя поездка обещает быть не менее увлекательной и насыщенной событиями. Впереди у ребят 12-дневное путешествие. Наша экспедиция пройдет в период с 30 по 10 августа. Мы будем с вами находиться в экспедиции 12 дней. Она будет приурочена и к памяти героям, ивановским героям. Это город Полоск, это город Велиш, это город Бобруйск. И самое главное, значит, она будет приурочена к памяти нашего выдающегося полководца, генерал-лейтенанта Властова Егора Ивановича. Село Егорье, где похоронен генерал Егор Властов, станет отправной точкой маршрута экспедиции «Связь времен и поколений». Ребята наведут порядок на могиле и возложат венки. Через все города, где предстоит побывать кадетам, ребята пронесут флаг города Иваново. Во время торжественного построения его вручил глава областного центра Вячеслав Курчков. Важно то, что летом именно это проходит, потому что не затухает работа военно-патриотическая, как мы говорим. Поэтому я думаю, что для ребят будет большим уроком, уроком истории вот эта поездка. Я думаю, что мы эти поездки, эти экспедиции будем, попросим Олега Викторовича совершать ежегодно. К этой экспедиции кадеты готовились три месяца. Обязательным условием для участия является заученное наизусть стихотворение Лермонтова «Бородино». Кроме этого, ребят попросили знакомиться с биографией знаменитого земляка Егора Властова. Иначе без исторической составляющей эта экспедиция могла бы превратиться в обычную экскурсию.